И так наступает второй раунд. Ио немножечко взбодрился. Ему дали возможность передыхнуть. И теперь мы давайте посмотрим на вторую речь. Давайте посмотрим на вторую речь. Да, я жду, когда покажут нам на слайд с этой второй речью. Итак, вторая речь. Что же делает Ильфас? Он выходит на второй круг. И он выговаривает Иову, что у него превратное отношение к жизни. Как обыкновенно реагируют люди, когда они чувствуют, что они неправы. Или точнее видят, что их не воспринимают. Что они делают? Они выговаривают, что у вас превратное понимание, вы неправильно понимаете. Но это слабый аргумент. Это очень слабый аргумент. И что ему остается делать? Запугивать. Это еще второй вариант. Когда ты чувствуешь себя слабым, ты устрашаешь другого человека. Поэтому, напоминаю, это горькое участие грешников. Ио, не покайся, погибнешь. Погибнешь. Вот что остается у этого человека. Разве это вестник от Бога? Его имя не соответствует его действиями, словами, его представлениям. У него уже не хватает пылу. Вы помните, как он у него столько много говорил в начале? Как мало он теперь говорит? Очень мало. Хорошо. Давайте посмотрим, что же делает Ио, и как он отвечает на выпады или фаза. На вот это вот оскорбление и устрашение. Раздражение. А что, не так получается, когда нас начинают говорить, что мы неправильно поступаем? Что мы неправильно понимаем? Мы начинаем что? Спорить. А что начинается спор? С раздражения. Нам показали красную тряпку, как быку. Начинается появляться внутреннее раздражение. Но здесь мы видим, что все вот это состояние возмущения выливается не на человека, а на кого? На страдание самого его. То есть, он на себя переводит это все. Он не выхлестывает это на или фаза. Он впитывает себя. То есть, это раздражение он подавливает, хотя выражает ее внешне, но он ее подавливает. Он приносит это ему страдание. А дальше опять пожелание. То есть, почему он не вылил это зло на друга? Он все-таки надеется, что он его поймет. И поэтому что? Он пожелание делает. Но он прекрасно понимает, при нем чувствуется эта неравновешенность, эта дилемма. То есть, он не уверен, он до конца не понимает и чувствует, что, возможно, он зря это делает. С одной стороны, он хочет помочь друзьям своим, а с другой стороны, он не верит, что они изменятся. И тогда на помощь или фазу приходит билдад, да? Ну, а тот, как всегда, что? Давит. Теперь он что? Обвиняет. И что он говорит? Подобно, как или фазу, что свидетельство о судьбе грешников тоже устрашает. Если мы видели или фазу, он оскорблял, то этот обвиняет. Ну, а дальше то же самое. Видите? Один ко другу одному. То есть, начало разное, но приход один. Устрашение. Устрашение. По сути дела, это отчаянная попытка друзей остановить, как они считали, Иова. Теперь время сказать Иову. Время сказать, обращаясь к билдаду. Давайте посмотрим реакцию Иова. Итак, пожалуйста. Жалоба на друзей. Да, он жалуется. Кому он жалуется? Богу жалуется. Но чувствует, что Бог не принимает его жалобу. И тогда он что? Жалуется на Бога. А потом жалуется на ближних. Словами, ну, полное отчаяние. Все виноваты, только я один хороший. И вдруг резкий контраст. Вера в грядущее. Видите? Вот тот заложенный потенциал, да? Вот когда-то заложенная вера в воскресенье дает возможность ему вовремя остановиться, когда уже возможности остановления нельзя. А когда уже катился с горы. Уже катился с горы. И в пропасть летел. Когда уже не было крайнего. Хотя мы знаем, что крайний еще кто-то был, да? Сатана. Но на Сатану не жалуется. Нет учения Сатаны у него. Но зато у него есть еще вера в грядущее. Это единственное положительное, что останавливает его жалобу на друзей, на Бога, на близких. Вера в грядущее. А я знаю. А я верю. Невзирая на то, что друзья меня оставили. Невзирая на то, что Бог меня не понимает. Невзирая на то, что я одинокий и нету ближних рядом со мною. И они до мной смеются. Я верю в последнюю точку. Я верю, что однажды я воскресну. И тогда все поймут, что я был прав. Это принцип ученичества. Принцип ученичества. Когда человек верит в воскресенье из мертвых и готов на смерть. В нем приговор смерти. Помните, как мы говорили про апостола Павла? Его переживания. Они очень похожи на состояние. Только там не было жалобы. Там была вера в грядущее. Там было принятие обстоятельств. И дальше вера в грядущее. Но у нас там должно было быть еще один человек, который должен был что-то сказать. Да, назад, назад, назад. Да, Сафара. Итак, вторая речь Сафара. У него гнев. Видите, у каждого разные реакции. Потому что характеры разные. Кто-то оскорблял. Кто-то обвинял. А этот гневается. Вот реакции. Когда нас не воспринимают, мы можем выражать это в двух ароматах. А дальше что? Представление закона возведения для грешников. То же самое. До устрашения. То же самое. Только теперь что? Приписывается это все закону. Вот таким вот правилом ты погибнешь. Вот так написано. Вот так будет. Тебе просто говорили об участии, устрашали. А этот еще ссылается на букву какую-то. Закон возгаяния для грешников, который он постиг в своей жизни. Итак, что же отвечает Ио Сафару? Ио все-таки верит, что возможно остановить друзей. Он говорит, подождите, не спешите. Потерпите меня. Дайте мне высказаться. Ну дайте я вот выскажусь. А потом уже сделайте свою оценку. Ну почему вы меня перебиваете? Никак не даете мне досказать. Он просит терпеливо высказать его. И дальше он начинает говорить. Да, ему дают возможность говорить. И что он делает? Он начинает размышлять о процветании грешников. А потом говорит, размышление о смерти грешников. Он считает, что грешники могут процветать. А не только страдать. И вот в этом-то есть различие между Ио и его друзьями. Но действительно, смерть грешников, она ужасна. Потому что она ведет послесмертную участь эти грешники. Поэтому Ио завершает послесмертную, объясняет и утверждает то, что говорили другие. Только он говорит именно с более другой стороны уже на то, что ждет грешников. Что хотел этим доказать Ио своим друзьям? Что он их понимает. Но надо двигаться дальше. Хватит топтаться на букве А. Давайте до буквы Б дойдем. И он хочет их повести дальше. Но тут его опять прерывают. И поэтому начинается третий раунд. Третий раунд происходит сразу же после второго. Сразу же врывается наш знакомый или фас, который что делает, когда начинается третий круг. Вот сводит речь. Речь утверждается в такой позиции. Бог не заинтересован в Иове. Посмотрите, какое кощунство. Почему? Потому что мы знаем, у него ложное учение, полученное в субъективном переживании какого-то духа непонятного. И понятно, что он продолжает упрекать в упрямстве. А что он остается делать? Он старается добить Ио, задавить его тем, что у него есть авторитетное слово, откровение этих духовных переживаний. И поэтому он призывает к покаянию. Потому что ничего не остается. Он уже выдыхается. Он не хочет меняться, но у него ничего сказать нового. Все. Бессмысленно дальше продолжать разговор. И поэтому он, призывавший к покаянию, причем к краткому покаянию, он замолкает. Тогда что происходит дальше? Ио начинает набирать темпы. У него появляется слово прение. То есть выделение много слов. Вот он уже вырывается наружу, этот чайник, начинает выпускать пар. То есть там уже нечего сказать. И эту пустоту надо заполнять. Ио заполняет. И поэтому он выражает свое желание, что он сейчас будет обращаться к Богу. И он обращается к Богу и настаивает на своей невиновности. И чувствует, что Бог его не воспринимает. И тогда что? Идут обвинения в адрес Бога. И это никакой реакции он не видит, что Бог не реагирует. Небеса не реагируют, не убивают и не уничтожают его. Тогда что? Возмущение из-за безразличия Бога. Что у него тогда остается? То учение, которое у него было. Размысление о расплате греха. После смертной лучистики в том числе. Ио не получает поддержки с неба, как он читает. Он-то думал, что вот сейчас, когда он выговорится, Бог или его уничтожит. Тогда он виноват, действительно. Или же сам явится и оправдает его. Но третьего же не дано, правда? Но иногда Бог молчит. О, как мне хотелось однажды, чтобы Бог или меня убил, или убил другого, меня оправдавшего. А он ни того не убил, ни другого. И они до сих пор существуют. Те, кто делали мне больно. И я живу. Но сегодня я уже смотрю на них не как врагов. Нет. А она как братья и сестер. Только чем Богу надо было. Он не мог меня забрать с земли без откровения, что он есть отец не только мой, но и их. Но и они тоже не имели права уйти с земли, не ощутивши нужду во мне, как братья. Поэтому иногда Бог молчит и поступает, как мы. Но остается, что остается? Только размышления, да? И мечтания. Вот если он так сделал бы, то как бы было здорово. Но дурин думкой богатеет. Да, и в этом-то наша глупость. В наших мечтах мы стараемся расшленить людей на части. И жарить их на сковородке. И многое-многое делать. Но потом это все так эмоционально глупо. Оно ничего не стоит даже выединиться. Это наш суд над нами самим. Но Бог не таков. Он не такой жестокий, как мы. И вот в это, я думаю, понял Ио, когда он начал размышлять о расплаке грешников. Хорошо. И так Иллюфас замолчал. Навеки замолчал. Ну, и учитывая то, что после покаяния он потом пришел уже и просил, чтобы принести жертву. Чтобы принес, точнее, Ио в жертву. Но это будет потом. Тут у Белдада вообще очень краткая речь. Ну, вообще, что можно сказать человеку? Что может сказать человек, который буква «Е»? Он все высказал. Он же все сказал. Он же не будет повторять одно и то же. Поэтому все аргументы исчерпаны. Все отрывки из записанных учений он привел. Ничего нового не может придумать. Он же консерватор. Он же не может творить ничего нового. Он же не может писать диссертацию со своими идеями. Он только может повторять других. Он плахетирует и повторяет, цитирует. И это все, по которому он способен. Все аргументы исчерпаны. Но что у него остается? То, что ему нравится. Величие Бога и греховность человека. Вообще-то правильно сказать. Или не так? Но что-то не хватает. Нету соединяющего величия Бога и греховность человека. Нет откровения о кресте. Нет откровения о заместительной жертве. Нет откровения того, кто берет на себя гнев Божий и проявляет милосердие Божьим. Да, нет этого откровения Нового Завета. Нет откровения. Величие Бога есть, греховность человека есть. Но большая пропасть разделяет Бога, святого Бога с грешным человеком. И в этом трагедия, трагедия многих сегодня религий. Они стараются связать себя с Богом, но понимать, что пропасть. Что они тогда делают? Искусственные действия, как медитация, как добрые делами стараются угодить Бога, какие-то подвиги делать, чтобы как-то приблизиться. Но разве можно эту пропасть преодолеть? Никто не приходит ко всему, как только через меня. Да, к выданному Богу придет. К гидалам придут. Но они молчат. Они не говорят. Они не помогают. Разделение живым Богом. Поэтому Белдад, он, к сожалению, приносит только боль и отчаянность. Хорошо. Что же делает тогда Ио? Давайте посмотрим. Да, Ио подтверждает могущество Бога. Он с этим согласен. Он согласен. И он размышляет о судьбе грешников. Но он также именно размышляет о мудрости Бога. Видите, он не размышляет о кресте. Он не размышляет об этом. Он не знает этого откровения. Но у него остается то, что мы называем мудростью. Помните, Иисуса Христа в предвозвещении называют, прежде всего, как он его плотился, называли что? Премудростью. Помните? Он премудрость. И поэтому он размышляет об этой премудрости, о мудрости Божьей. Он размышляет, что Бог все-таки как-то вот связит и соединит себя с человеком. Но мы видим, что у Иова одна проблема. Какая? И она выражается в заключительном монологии. Я не виновен. Вы представляете, да? Он считает, что он мост. Он мост, соединяющий Бога и друзей. То есть грешников. Да, он будет им после смерти и воскресения. Когда он придет этот опыт встречи с Богом, когда он умрет и покается, он воскреснет. И тогда что он станет? Он станет посредником между друзьями и Богом. И он будет приносить жертву за них. Да, это будет. И действительно, он будет невиновным. Но в другом смысле. Потому что его прекрасно знают, что у него вины достаточно. И иногда он вспоминает о том, что у него были грехи юности, которые Бог ему напоминает. И многие другие вещи, которые он не доделал. То есть его судят. Он не умеет управлять своей совестью. Он может быть на его стороне, а совесть на лице его объединительной. И поэтому он доказывает кому? Не только друзьям о своей совести. А значит, самому себе. Я не виновный. Все-таки я не виновный. Да, он не порочный, но не виновный. Он виновный, но он не порочный. И вот этого его не может понять. Как это так? Он не порочный. Он же понимает себя. Он же видит себя по своим делам, по всему внутреннему задержанию. Но он порочный. Он не знает учения о греховности человека. Он не знает, что он уже рожденный порочный. А ведь он близок был к этому, когда понимал, что его рождение было ужасным. Он понимал, что с молоком матери он питал вот этот порок. Но он не понимал, с чем он связан. Он думал, что это внешние обстоятельства. Он не знал, что это передается на уровне, так называемых, духовных генов. Хорошо. Итак, заключительный монолог. Я невиновный. Тогда включается четвертый. Ах, ты невиновный? Я тебе сейчас покажу. И вам всем тоже. Что вы не могли ничего сделать им? Илио? Илио? Да, еще один появляется представитель Бога. Да. Давайте посмотрим, что первая речь он там представляет. Ну, вначале, конечно, немножечко идет описание ситуации, когда врывается, как выкрывает этот разговор, посторонний, так называемый, четвертый, не лишний. И, правда, начинает вступление самооправдания, почему он это делает. Что он бы никогда не умешался, уважая старцев. Но вы же плохо повели себя, вы же не доказали ему. Вот сейчас я докажу. И поэтому он начинает наступление на Иова. Он говорит, я сейчас покажу, как надо наступать. И первый ответ его. Не нужно состязаться с Богом. Он подходит теперь с другой стороны. Он же не подходит с позиции какого-то откровения, опыта. Не с позиции предания старцев, или каких-то именно учений. Он теперь приходит с позиции логики. Ага. Бог далеко. И Он знает, что делает. Не нужно состязаться с Богом. Ты не равняй Ему. Он же не знает, что отец и сын очень равны. По духу. Потому что отца и сына соединяет дух. Он же не знает, что есть равенство своеобразное. Бог сознательно умаляется пред сыном, чтобы сын понял отца. Но он же не понимает это. Он смотрит с позиции господина и с любви. Что с такой позиции? С позиции творения и творца. Хорошо. А что же говорит дальше? Когда он высказал свою первую речь. Вторая речь. Он видит, что его не воспринимают серьезно. Как подростка, который, знаете, путается под ногами, что хочет доказать старшему. И тогда он говорит, пожалуйста, выслушайте меня. Ну, с чего вы несерьезно к мне относитесь? И он начинает вести с кем-то спор. Он опровергает кого-то, что Бог не является неправедным судьей. Все правильно. Он является праведным судьей. И поэтому он отстаивает справедливость и беспристрастность Бога. Он считает, что он сам и лучше оправдывает всех. И он объясняет, что Бог все контролирует. Правильное учение. Ничего не скажет. Но осуждает его нежелание покаяться. Ему не хватает знания о Боге. Хотя правильно двигается, двигается. Ну, давай, давай, следующую точку поставь. А что ему не хватило? Что Бог милует. Да? Кого он милует? Кого хочет. А значит, его тоже могут помиловать. Больше того, дальше он пойдет, что Бог оказывает в высоте. Поэтому и милует. Но к сожалению осуждение его за нежелание покаяться. Как итог? Нелогичный, скажем. Очень нелогичный. Ладно. Давайте посмотрим дальше. Третья речь. Обличение. Да, ох, да. Теперь он уже старается все сказать. Ему все скажу. Что он непоследовательный своих суждений. И начинает это учить уже. Понимаете? Он уже же учитель. Уже же учитель. Уже дали сказать. Уже стал на кафедру. Теперь его не вытоплюсь. Он уже будет всему учить, что знает, что не знает. Объясняет, что человек не в силах направлять действия Бога. В чем-то прав, в чем-то неправ. Мы знаем, да? Что сверченное землю это будет связано на небе. Он не знает этого учения. О молитве и согласия. Но он думает, что Бог суверенен. И чтобы люди не кричали, он не реагирует на них. У него суверенность какая-то односторонняя. И поэтому Бог не обязан реагировать на вопли страдальцев. Жестокое учение, правда? Это попахивает доизма. Знаете, такое учение доизма? Что Бог сотворил этот мир и оставил его развиваться произвольно, а сам ушел и пребывает в своем неприступном свете. Ему все равно, что тут люди делают. Но иногда посещая, интересуются, они еще живы или не живы. Это как бы принцип выживания. жестокий Бог, когда оставляет человечество на самовызывании. Потому что человечество без Бога смеется червяком. Теряет свою человечность. Так уже не только свиньей превращается, а он превращается дальше, червяка. Градирует полностью. Волюция идет только в другую сторону. Пожалуйста. Четвертая речь. Да. Ему мало. Ему мало. Он еще доказывает, Бог справедлив. Да мы знаем, мы же об этом слышали. Ну разве его можно заставить замолчать? Оказывается, можно. Когда он переходит в размышление о величии Бога в природе. Вот тут ему Бог закрывает уста. Потому что гремит гром. Ты же не перекричишь Бога. Даже не было микрофонов, колонок таких, чтобы он перекричать. Тогда не было этого. Поэтому он что? Начал умолкать. Ну и невольно такое, знаете, ощущение самосохранения, когда начинают мигать молнии, гремит гром. Ощущение такой неуверенности появляется. Поэтому он замолкает. И таким образом молодому человеку закрыли уста. Чтобы он не погрешил с ними устами. То есть тогда надо будет еще четвертую искать жертву. Принести. А так простительно. Он же еще отрок, который просто вырвался на свободу. Знаете, актилеона, который был привязан на цепи, его отпустили, и вот он брыкается, бегает. Попробую его поймать. Или тот поросен, который выбежал с клево. И случайно там была открыта калитка, и он побежал на огород. И попробую ловить его. Он хрюкает, бегает, ловишь его. А он никак не может помнить, что он во-трих маленький. Попробую его поймать. Во-трих он такой юркий. Только схватишь, он пищит и вырвается. И весь врази, не поймавшим, бросаешь на произвол. И хорошо, что там собака не разорвет. Он сам придет домой. Мне же эмоционально. так хочется его спасти от тех собак, которые его ждут на каждом погоде. Ну, подобно Бог останавливает такого юркого хлопчика. Так, давайте мы остановимся, сделаем передыхание, потому что гонялись мы за этим поросенком, за этим маленьким Илью. Вот, давайте мы остановимся, делаем передышку до завтрашнего дня. Потому что завтра нам предстоит с вами встреча с Богом. Я думаю, очень полезно будет перечитать как раз этот разговор Бога с Иовом. Перечитать и подумать, как же Бог работает с Иовом. Договорились? Давайте мы сейчас поможем. Спасибо.